Пройтись босиком по небу или коснуться облаков руками. Именно так описывают свои ощущения те, кому посчастливилось оторваться от земли на воздушном шаре. Люди, влюбленные в небо, собрались в Венакиево, где прошел фестиваль воздухоплавателей. Он был посвящен 90-й годовщине со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Берегового. Немножко обидно было то, что вся Украина как бы летает, достаточно активно летает и воздухоплавание в регионах развивается. Наш любимый Донецкий регион в данном случае не был представлен. Поэтому мы патриоты, во-первых, своего региона, своего края, во-вторых, влюблены в небо. И когда объединили эти два начала, то получилось так, что было основано Донецкое воздухоплавательное общество. Гости фестиваля из России команда «Аэростата Восток» привезла необычный воздушный шар. По форме он напоминает космический корабль Юрия Гагарина, на котором космонавт сделал свой легендарный полет. Пилот «Аэростата» Николай Галкин рассказал, что ему самой судьбой была предначертана профессия, связанная с полетами в небо. Полет на воздушном шаре – это вызов погоде, технике и удаче. Самая большая интрига – приземление. Первый раз поднимали самостоятельно «Аэростат», получив удостоверение пилота, мы убили корову. Ну, убили косвенно, потому что мы непосредственно не приложили к этому руку, а она умерла, потому что над ней пролетел «Аэростат». Вот она неожиданно себя повела и повлекло смертельные случаи. Мы, конечно, купили эту корову, поделили на всех членов экипажа, съели ее, но впечатлений осталось масса, мы теперь корову облетаем третьей стороной. Немногие знают, что помимо команды, которая отправляется в небо, существует еще и наземная команда, от которой тоже многое зависит. Обеспечить взлет. Это развертывание на месте старта, подготовка, наполнение воздухом и взлет. После этого пилот определяет направление движения и по радиосвязи или по телефону передает наземной команде. Наземная команда следует по маршруту полета или где-то параллельно. Вот. И желательно встретить аппарат в момент приземления. Это лучший вариант. Ощущения во время полета незабываемые. Воздухоплаватели шутят, что тот, кто однажды побывает в их корзине, коснувшись земли, начинает мечтать только об одном – в следующем полете. На сайте пишут отзывы, и одна девочка после полета говорит, не верьте им, не верьте, они садят вас на наркотик. Чтобы научиться управлять шаром, желания мало, нужны и деньги. Курс обучения стоит почти 6 тысяч долларов, в пятеро дороже стоит новый шар. Однако воздухоплаватели это не останавливает. Многие среди них – успешные бизнесмены, для которых полет, возможность отвлечься от дел и получить удовольствие. На Западе это считается одним из самых дорогих видов спорта. Требует определенных затрат. У нас нет совершенно в этом исключения, потому что требует расходов на команду, на горючий смазочный, газ, большие расходы. Поэтому только при поддержке каких-то спонсоров, меценатов, только так можно держаться. Поэтому мы тоже зависим от экономического состояния и страны, и региона в частности. Воздухоплавание в Украине набирает обороты. Полеты под куполом увлекают все большее количество людей. Теперь, когда члены Донецкого общества воздухоплавателей совершили свой дебютный полет, среди жителей Донбасса наверняка найдутся поклонники столь удивительного и красивого вида спорта. Редактор субтитров А.Семкин